локомотивы пихот гари сеня 300 м м 44 вот всегда на 44 практически голос на м 41 немец раз на т50 юрий которого кстати про которого вы можете почитать и про всю команду про эту полезный игрок на т1 вот так вот но это скажу что на запрещено у него все взяли 32 а кстати замена а рокер на альфа тапки отрезал не видели мы его раньше не видели до фристайл на першинге погром на гриле доллара на т-50 и дм мэтт кстати тоже новая личность на тетрархи два новых человека ну понимаешь просто я думаю что от команды просто могут могут по уходить люди из-за того что не показывает команда высокие результаты но в этом и смысл нашей общей всей круговой системы в том что одни команды показывают а другие команды смотрят можно даже так это назвать но и кстати ящерицы нормально так насмотрелись да ну и на за фьючер тоже посмотри сейчас нолан и вася готовится отстреливаться фристайл сейчас на пирше проходит будет делать засвет да видно мэфа сейчас и мэф кстати стандартно петляет он здесь постоянно по кишке и выехал разрядились сейчас и начался клинч здесь уже непонятно кто кого и чья арта будет лучше кто там нас круче стреляет обычно погромы ли глорус я думаю ворус да да тем более что глорус сегодня на м 41 а погром на гриле но для того как они все революции что у меня целки погром посмотри на гриле добирает мэфа ты был неправ но и к следующей гарри а гарри здесь сложная уже надамаженный раз он получил но и не пробил фристайл как можно не пробить пирша еще раз ребята но давайте может быть будете стрелять какими так голдовыми что ли снарядами они получше вроде нет ну и в гарри сейчас вот-вот только-только чуть не не взошло от погрома блин мы с тобой простыкали интересная ситуация немец с делораном с делораном извини парень боролись там в городе и немец победил сейчас вот как-то ну и протанковал сейчас только что фристайла гарри да и тут уже нолан который 968 хп и васёк у которого 823 хп теперь понятно по кому стрелял все это время лоурус слушай ну вот хоть девятая и пятнадцатая позиция да но команды приблизительно равны мы вчера с тобой наблюдали бой между четвертым четвертым местом и 12 да да и четвертого места ну как-то вообще нелегко было взять победу ну нелегко ну и все и назад фьючер отходит назад к базе сейчас реально ребята сейчас остались при 54 и 63 хп ну да вижу я что как бы как бы дела не очень вот 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 когда придумают рэду новую тактику а ну чтобы ее все подцепили да может быть что нибудь еще более динамичное еще будет что нибудь не знаю там интересное или 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 будет будет ли что-то придумайте новую тактику пожалуйста чтобы ухо и назад фьючер смогли воспользоваться что он один здесь а рокер да кстати опасненько одному альфа тапку сейчас выходить в город мы видели как тут один танк вообще не тащит выходит в три и получает ну да но так знаешь как пустынный рокер такой а один на своем байке альфа альфа байке альфа байк да давай назвать альфа байк почему бы и нет он даже мне чем то похож на альфа харли альфа харли ну и рокер будет приятно и альфа харли и рокер дэвидсон на нем сидит альфа в ассоторе локер дэвидсон валерьевич по моему неплохое имя для рокер для нового персонажа старости с четырнадцатом туре от анатар фьючер но и как то я помнишь да что его так называть а рокер хэр нет не забываю дэвидсон да да харли дэвидсон эрх харли тву валерьевич да есть все васёк засеялся но он тоже и а рокер вместе с ними же вот начали за здравие продолжают за упокой команды хотя нет сэйвятся сэйвятся до команды но ящерицы слушай тут синяя с дон кихотом здесь вдвоем по идее по идее там сейчас дадут рокеру вот непонятно почему сейчас неприятно просто посвечивал проехал бы немного вперед подсветил бы а рокера и тогда бы уже есения и дон кихота либо смелее выходить вперед слышишь вот это я придумал себе я тебе сейчас я расскажу помнишь этот фильм са 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 короче фильм про чувака про ммм про армрестлинг да помню рестлер назывался кто там в главной роли очень 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 старый актер очень старый ну в этот роки короче который надо который играл в городе грехов да 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 в общем помнишь он на а он подкрытал его надо для рокер вот а ему надо напрячься да он на так у меня что то парни кстати разговаривает по моему не кирург вот нам подсказывает монтажник который наконец-то вышел на работу и мы его можем видеть а рокер ну вот один один в два даже троих не надо чтобы забрать один альфа тапок и при этом сады сеня по прежнему при своих 748 хп вот только сейчас рокер его пробивает ну и все он ваншотный остался и дон кихот его доберет так вот я про этого про этого сталоны сельвестра потому что это сельвестер салона играл в том фильме на самом деле нет 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 не сельвестер салона тебе же уже вадим подсказал ну слушай внимательно в общем вот тапок вот это 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 тот тот самый человек тот самый актер который процент в нужный момент когда его нужны были дополнительные силы он процент поворачивался у кепку заодно наперед понял и ехал и и как бы и про другой фильм говоришь да я все вспомнил да да там столом а там столом не прав наш монтажник который делает хайлаты неизвестно сколько времени не прав а вот тем временем гарри прав да добрал показался заклинчевал войска тем временем в кишке ну и ну и но сейчас ваншотный но остался живых ствол есть ну и нового сейчас кранты будет по моему да ну блин на самом деле парни да выйдите вы сеня получите разок а дон кихот добей или наоборот позже дон кихота кстати но кстати кроме дон кихота но он больше никого и не видит а да да вот сейчас такой же осенью да но и ходу на выходе потому что он вряд ли доберет его да 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 341 вообще не попадает забор ну и есть 294 а дон кихота не попал это сеня на нем отстрелялся сейчас по моему ну и против двоих 33 да все таран таран ай 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 там в ущелье переключись пожалуйста там что-то началось да гарри вышел и добрал только что погрома нет в ущелье в ущелье дм еще раз как его зовут дм мэд сумасшедший мэд мэд макс вот смотри отлично у нас есть рокер и мэд макс смотрел фильм мэд макс нет нет я забыл кстати с малом гибсоном очень старое кино Не, наверное, все-таки не видел Ну и все, видит Мэтт Юрия Так уже бесполезно, Гарри на захвате здесь Ну что может Тетрарх сделать Да, вот то, что ты рассказывал, то, что там Десантировали Тетрархов Ну да, тут еще Юрий накидывает И при том, что у Юрия не автоматическое орудие И нормально пробивал только что Слушай, давай И сравнял почти по НХП, смотри, 69 у Юрия Давай спросим у Котофея Дабсеповича Слушай, на Тетрархе и на МС-1 Вот, по-моему, там одинаковые пушки, нет? Практически по характеристикам Нет? Отличается, да? Ладно, это все-таки не МС-1 Это Т-1 был, блин, прикольно Круто, молодцы, ящерица, супер Ты ставишь, ты вообще ставил на ящерицы, я так понимаю Да, ну и понятно, что 9 место Будет лучше выступать Должно, по идее, лучше выступать Нам говорят Хайль, мы отвечаем До свидания Да, мы на самом деле Кстати, помнишь, ты рассказывал Америкосы показывают такой знак, да? Это не я Это не ты? А, да, я, да, да А кто еще? Это не америкосы, немцы Это была картинка замечательная в ВКонтакте Когда диктаторы стоят Гитлер такой, Хайль, типа, знаешь, типа Этот, Сталин, кулак такой, знаешь Да Вот, и кто-то там из американских лидеров Ну, как обычно Вот, и выходит камень, ножницы, бумага Слушай, а я сегодня Тоже замечательную, вот, как раз Промериканского лидера Ты сегодня подстригся Есть такое Покажи всем, посмотрите Да, Гагидзе теперь уже не подлатый, все Ты знаешь, это ненадолго Ненадолго, у тебя быстро растут волосы У меня все быстро растет До сих пор? 23 Как ты ходишь? Вот это бог, вот это бог Быстрее, убирай, убирай, убирай Давай, да, быстрее уберу Быстрее, еще быстрее, не дай в воде туда попасть Не ори Да, все, красавчик, молодец Я думаю, что все будет хорошо Котофей, можно какие-то бумажки здесь использовать? Так, ребят, нам надо пауза небольшая буквально Давайте Да, тренировочный упал, как раз Домбай Быстрее Субтитры Быстрее 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 Приняну Субтитры Высок Субтитры Продолжение следует... 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 да спасибо по моему тоже да из последних сил там еще сын сынишка маленький да 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 и грузовик в общем да они там качались да вот альфа тапок это вот такой вот столоны и даже не альфа тапок тапок обычный 9 уровня и вот альфа тапок тогда кто а это столоны которые еще не напрягся и то что задом выезжали там в каком-то восьмом туре пойти в девятом туре было задом выезжали на рус 39 раши первые да это были это были напрягшиеся столоны такие раскачиваем да я еще тогда посмотрел смотрю по моему там делюкс был по моему на альфа тапки я такой смотрю тапок я такой боже что это откуда тапок девятого башни похожи вообще и когда он развернут и такие же тапок потом смотрю это альфа а потом смотрю они все развернутые ага выпал в осадок ну да жестко ну нет тренировочного чата сейчас будет но списываться с мэфом отдельно ты же понимаешь что нам принципе все равно есть тренировочный чат нет тренировочного чата ну да ребята сами разберутся ребята сами разберутся ребята грамотные то что да у нас была здесь заминка небольшая я разлил воду вот но абсолютно ни на что это не повлияло парни у них там была кто-то не прогрузился парни и договорились подождать минуту ну то есть ну спонят про это про по себе это это старый это старый да да ну и с профессиональным подходом жалко если она за фьючер вот выпадут из этого из этой когорты жалко но пчелкам нельзя терять очки до последнего жалко пчелкам ой жалко ящерицам нельзя терять очки чтобы остаться в призовой группе пчелки кстати на сегодня не играет они сыграли вчера и они все-таки вчера сыграли кстати у нас по идее вот давай еще раз посмотрим нас остались буквально еще пару команд которые не сыграли свои перенесенные матчи ну там синерджи не сыграли да и и кто здесь еще есть у нас за фьючер и по-моему кто-то еще синерджи на за фьючер а ну вот это как раз и вот они да они вдвоем то есть у нас за фьючер здесь вообще 15 туров всего они сыграли 12 13 будет возможность как-то реабилитироваться заработать какие-то очки баллы и в общем заработать что-то чтобы хотя бы на стыковочные кстати я бы на стыков смотрел что там происходит вообще в про нет сайте не смотрел потому что ну ты понял выиграл очень даже так тяжело будет кто там да все сейчас я отключу да еще давай тоже увидел про там вот сегодня начинается какой когда ты подскажи второй групповой этап да завтра послезавтра когда в понедельник после пасхи ага ну да я по значит какие команды во первых т.д. 42 тим 1 вот во вторых тим 1 они называются во вторых т.д. 42 денис клоу 2 в третьих т.д. 42 лаки клоу и в четвертых я вижу чес это из клана чес скорее всего ребята дальше рэд эээ эйсэс 2 2 гра тим 1 гра тим 2 рэд м рэд н я в шаге таврус бтр 2 смех йоко это вот вот вы можете зайти действительно на старладдер тиви на отборах тиви я не могу домашки тебе надо будет идти по идее а со своего монитора прослушать вон это свой монитор я покажу только так ага да 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 машина в общем стыковочные будет жестокие и парням надо будет на я думаю жестоким будет второй сезон если сразу четыре новые команды увольются в старт сериас еще и какие мы там будем наверное искать себе новых рус 39 после этого всего вот можно у тебя немножечко посмотреть на ранее друзья посмотрите идет отчет вот эти команды которые претендуют попасть во втором сезоне в старт сериас ну все я выгру на за фьючер могут могут камбэк сделать как ты думаешь или нет в принципе могут в принципе могут но я думаю что ящерицы не дадут им такой возможности потому что ящерица понимают что им гораздо приятнее будет именно в призах и в призах серьезно потому что только первые 8 мест нашей старт сериас получают не только голду но еще и живой денежку американский американские президент и сейчас посчитали подумали что зря они в прошлый раз отправили один альфа тапок в город и сразу вчетвером просто заезжают кишку готовится к отстрелу долл она выявила ее июля ее в обиде примат отстрел от села тела сша но сейчас парни по идее могут увидеть еще нет доллара на же взаехал глубоко а вот сене агаре и тонкий ход тоже не смогут пострелять когда она может но только на полу часа один получил да и 987 кп у него он до сих уже переключено переключено остальные по что там я ввешка крел аглораса полетела 168 168 это по ом мэрфу то есть мы в дважды там флешка полетела фуловая вот от флешки видно след упал и только нолан сейчас на него наезжает кстати фугас да фугас да скорее всего да потому что много черного ну да бывает ну и посмотри на фьючер сейчас реально фуловые по хп они сейчас побеждают по хп да но может быть по тактике не победят хотя ты видел побеждает не побеждает да но в прошлом бою когда выехали друг на друга парни то было ну было не 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 прикольно им ящерицам выезжать они там могли в принципе всех потерять с такими пожарами да в принципе могли так ладно смотрим мэф мэф по идее может помочь там вот немец вижу skybrane сошелся там уже дает кстати жару вот один раз снял ух ты дом кихот отлично выцелил супер ну и сейчас погром будет выцеливать немца видно как он готовится и погром не ушел прошел ушел немец из-за света ну и назар фьючер по прежнему все в кишке угу ну могут и достояться ребята да да че там ящерицы тащат по прежнему ящерицы тащат по прежнему слушай ну по идее вот ящерицы кстати могут уже и как бы расслабиться немножко как ты думаешь ну пока 2-0 ну пока надо 3-0 и тогда уже можно ну слегка нет ябных мест сейчас бы просто перевел бы глоуруса прямо в город слушай ну ой и всеми силами бы переехал а мэф надымаженный но уже здесь посмотри и сейчас и назар фьючер смотри что делают но он уходит сейчас в ущелье погром и фристайл разворачиваться уходят тоже сейчас из кишки и долларан будет пытаться вернуться да ладно и назар фьючер в дефе непонятно хехе непонятно да непонятно да неожиданно зачем вам тащить надо ребят вам не надо деф а хотя какой деф нет они поедут по ущелью мы тоже увидели это от тех же кстати и тузов и редов ну это же долго если они если сейчас долго так времени посмотри где мэф сейчас если ребята сейчас нормально проражат да и зайдут на базу но он не погром не успеет вернуться просто по ущелью как раз из-за этого же грунта угу а вот если бы были немцы КТ быстрее всего кстати вот из восьмых уровней здесь проедет потому что у КТ нет не такой сильный штраф да или нет штрафа ты знаешь вот ну вот подумать логически да он тяжелый по идее должен должен грузнуть да но ширина гусеницы давление на сантиметр квадратный у него меньше получается ну да ширина гусеницы хотя покажи поближе этих тридцать вторых ну все знают как выглядит ой 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 фристайла уже нашел мэф кстати посмотри вот пропал сейчас из-за света и по прежнему его не видели даже на карте нет да я показывал только что circus вот такие вот раки слушай ну и едут и беспрепятственные естественно видит их ну да ну потому что команды команды соображает и команды ну вот у Юрийnings мужчинеikes очень полезный игрок реально реально очень полезный игрок он сейчас показал весь расклад а его до сих пор нет он там ну его вряд ли вроде то есть ну пройдляется нет сейчас попался засвет есть видят его видят да да видят, как он уходит с горки спускается вниз И, кстати, ему бы уйти, на самом деле Да, и видят, как он уходит Уйдет, без проблем Тем более, смотри, тут Дон Кихот, Гарри И Сеня возвращается И Глоу Рус уже вот готов Принимать Да, ну Говорит, давайте, парни, жду На рандеву Вот, если честно, на месте ящериц Я бы сейчас на месте Сени И, кто второй там, и Гарри, да, встречает Сеня и Гарри просто ушел бы назад, не показывал за свет Заставил бы Нолана Вот сейчас, видишь, Нолана отстановили Пускай бы заехал в круг Да, да, Иглоу Рус просто все зарешал бы Ух ты, так что за выстрел Ничего себе, это новое пасение Погром, пасение, вот это расстояние для выстрела И видно, что там по кишке идет Еще двое Идет Долоран и Фристайл сейчас через кишку И сразу два, ну и 404 еще в погром Ну и сейчас у Назар Фьючерс Здесь как раз проблемы будут Вот сейчас здесь именно у них будут проблемы Ну как, кстати, Долорана Вот уже, точнее, я не знаю даже, кто кого нашел Долорана и Фристайл видно Да, Сеня, по идее, нашел Долорана и Фристайл И Сеня, ну, 358 хп у него осталось И на нем фокус сейчас, кстати Да, и, ну, блин, давайте посмотрим, как он умрет Ну, потому что реально он умрет Отстрелялся, и Фристайл его добрал Никуда Что здесь парни 172 по Фристайлу Слушай, а захват-то базы идет? А это немец здесь кружит? Конечно, конечно, конечно И сейчас Юрий должен будет подъехать туда Юрий... А, ну да Не, Юрию никуда не уйти Юрий у тебя там рядышком На К4 там за домом прячется Ага, я понял Ну и все, Долорану Нет, не удалось ему добрать Глоурус, красавчик, добрал Ну, естественно, не без помощи Не могу переключиться Вот здесь, все, переключился на погром А Дон Кихот по-прежнему фуловый По-прежнему фуловый Дон Кихот В него погром, у него 848 хп Бучерина куда приехал, ты посмотри Да, ну Интересно, бьет его, нет? Хорошо 848 Глоурус Хорошо Ну и Бучерина Как говорил Мефуся в интервьюшке, да? Говорит, если Глоурус есть То не возникает вопроса, кто будет сидеть на арте Ну и смотри, и Юрий полезный игрок Ай-яй-яй, но его убили Ну да, он разрядил Бучерина Разрядил себя Действительно полезный игрок? Да, и Гарри И Гарри со своими шестерами Нет, не надо Может выехать и... Ай-яй, не попал Дон Кихот Ну и сейчас может Бучерина еще и Гарри заберет Да, он сделал это Глоурус добрал Откуда Глоурус? Да, он сделал это Кстати, посмотри, как общаются между собой ребята Дружненько Дружненько Ну потому что все понимают, что это Старс Серия Здесь надо как бы быть всем дружненьким Все друг с другом играют И в любом случае, если ты будешь недружным То тебя будут все другие обижать Точно так же, как и ты Надо со всеми дружить Надо со всеми дружить, да Так все друзья, товарищи Но когда игра, тогда игра Все собрались и воюют на поле Рекомендую вам почитать Интересное интервью Короткое, тебе не кажется? Ну блин, ну насколько было времени по идее Короткое интервью с Мефом Есть пара интересных фактов Про них, про эту команду Самое главное, самое главное я до себя узнал Почему ящерица Почему ящерица? Да, это я до себя узнал И вам тоже советую Посмотреть, почему команда называется ящерица Почему вот именно такое название все парни придумали Даже не придумали, а выбрали Выбрали, да, выбрали Тяжело, кстати, на самом деле в 21 веке При наличии интернета что-то придумать То есть тут уже больше идет как выбор, знаешь В любом случае где-то кто-то как-то так уже когда-то назывался Да, вот у нас в Киеве открылись как стоковые магазины Которые называются Red Ты не видел? Нет, не видел Здесь реально стоковые магазины называются Red Не Z Red, просто Red Прикольно Я так, знаешь, хожу там, езжу, да, смотрю То есть мы теперь примерно понимаем Где клан Red одевается, да? Где клан Red одевается, ну, может быть Что еще хотел сказать, знаешь, шутка была совсем недавно Да, какая? Самой большой проблемой для наших детей, да? Будет регистрация ников на форумах, сайтах и все остальное Особенно если ребенка назвать Алексей или Александр Ну это вообще невероятно, да Шутка про танки ходит, да, мир Алексов Да, да, да Мир арт, то есть мир не танков А у нас, кстати, по-моему, ни одного Алекса нету в Star Series Александр есть Александр есть, ну так это же Александр, а не Алекс Ну да, а так вот именно Алекс Блин, срочно заведите бойца с ником Алекс Нормально будет Ну Он принесет вам удачу И возьмите Черчилль, да? Возьмите Черчилль, да Александр на Черчилле Слушай, на минус, на минус плюс? Рост 39 О чем вы думали? Ну а что, ну да Ну да Ну а как по-другому? Ну все равно они красавчики, чувак Ты представляешь TD-42, Денис Клоу 2, да? Угу Не играли в первом сезоне в Star Series Да Ты понимаешь, да? Йоко тоже в первом сезоне в Star Series не играли Угу Вот А Рост 39 играли Угу Хотя у всех были равные шансы попасть в Star Series Квалификации были открытыми, отборочные проходили по тому же принципу групповых турниров и этапов Пошел за свет Кайврена в этот раз отправили, кстати, в центр Да, и кстати, по уму это сделали По уму очень Дали за свет И теперь погром с Ноланом и с фристайлом уже понимает Чтобы надо стреливаться И Мэф опять, смотри, как грозно Мэф выезжает на 44-очке и постоянно получает уже 726 хп Пытался, значит, потанцевать И 369 получает у Бушерина А так ты нет танцуешь, да Ваншотный По идее ваншотный По идее 357, да Брони немного Вот ты говоришь, да, вот сразу Мэф получает Сейчас пропадает за светом Получает сразу Фристайл получает тоже 354 от Глауруса А в конце концов на дамаженые ящерицы берут и побеждают Может они такую фору дают какую-то Да, 3-0 сейчас уже 3 очка у ящериц Может просто, знаешь, мазохисты и такие Пейте нас, мы вам ответим сейчас Слушай, на интервью с Мэфом уже было как-то Нельзя будет, что ли, его вот это допрашивать еще раз Опа, 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 есть Ну и немцы видят, 113 хп у него там осталось Немец Пропал немец из-за света Ой-ой-ой, Каеврен, по идее, сады и таранить, нет? Не будет таранить Не смог, точнее, затаранить Ай-яй, нет стабилизатора вертикальной наводки у Каеврена? Ну, конечно, отсюда же не ставится Ну, я о другом, ну что, конечно Мы каждый раз, когда встречаются в Т-50 Об этом стабилизаторе разговариваем с тобой Ты знаешь, можно ведь прокачать себе скилл плавный ход, да? И что еще там есть? Прямые руки А, скилл прямые руки, да? Плавный поворот башни И побрить ноги Да, и вот Нолан 285 получил и отдал там же, видно, Сеня Ну и танкуют, смотри, Another Future просто танкуют Видно Гарри сейчас, 318 по Нолану Слушай, ну да, он здесь сосветился И еще раз вылетает от Бучерина Ну, парни, нет, только что, по-моему, попадания не было Но парни так продамаженные, нормально Ну, Кихот, на 3 выстрела Сеня Ну, на 3-4 Ну, скорее всего, на 4, да, там остается Пара хп, как обычно Ну и вот все через центр Ну и сейчас вот по гром попытался еще по немцу отстреляться на большом расстоянии Да, Емелька попал бы Ну, или то было случайное соцсетение обстоятельств, но Емелька попадал Так, смотри, у Ящериц есть только целый Глоурус Ой, целый Гарри И, ну, Глоурус понятно, что целый Вот, и Гарри прет, прет вперед просто Есть, пока я в Рену, кстати, попал кто-то из Ящериц И прет просто, потому что видел там Делоран Делоран, насколько я понимаю, стоит сейчас Стоит и видит, да, Гарри Получает Гарри от него на 165 А, ну что ж ты, если выстрелил уже, то выстрели прицельно Нет Ну, Делоран проходит, да, и спрятался, засейвился от Гарри Ну, и сейчас выстрел от Бучерина По Гарри Видно немца Долго решили разыграть четвертую партию, ребята Который, в принципе, уже практически ничего не решает Ну, для Назар Фьючер, на самом деле, все будет решаться даже в последнем 15-м туре Для Назар Фьючер, да Ну, надо будет посчитать же, что у них будет в 15-м туре там И, кстати, в 15-м туре у нас Монастырь Как они играли на нем Оно они, кстати, играли на нем, по-моему, разочекая, хорошо Оуе, оуе, ое, я приключился уже Нет, не приключился, ну, ты меня включил, и не классовывай бы всем вот от монитора Есть, фристайл, мэп Поехали в это время, мэп, все, минус И еще, по-череду, не кидал здесь Перекрыл проезд, фристайл, ап, даже перекрыл этот проезд Да, это стало на гусеницах стоял Ну, проедут Проедут только по одному Нет, нет, или нет, да ладно Да нет, 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 да нет Пристал, да, чуть-чуть двигает труп. И вот если не будут мешать друг другу, то по идее... Ну и сейчас еще раз вылетело там от Бучерина. Вообще не отдыхает сегодня Артау Назар Фьючер. Ты знаешь, не попал. Не попал он, да? А почему? Почему назад? Я понять не могу. Видно немца. Я на Бучерина сейчас пока перейду. Даларан против Гарри. Да, есть такое дело. И не проходит у Даларана урон по Гарри. Но вот Гарри попадает. А немец нашел Бучерина тем временем. Ай-яй-яй. И Бучерина стрелялся уже. Да, да, и немец. И нет, погром все-таки. Вот из кишки оттуда добрал немца. Говорит, не трогай нашел. То есть приблизительно одинаково сейчас у парней жизни. И приблизительно одинаково они снимают друг с друга. Хотя один все-таки тяж, а другой все-таки... Пеш. А почему Гарри не таранил? Непонятно. Почему не клинчевал? Ну и сейчас, кстати, Даларан, если подожжет Гарри, будут большие проблемы у него. Если подожжет. Не поджигает и минус Даларан, по идее. Да. Да, есть. Гарри затащил. Ну вот один на один. Ну как затащил? Это было, я думаю, что логично, что Гарри все-таки... Ну Даларан, не забывай, он первый отстрелялся. И Гарри уже приехал не фуловым к Даларану. Так, ну что там будет пруд, пруд, пруд дальше. Продолж проехали. Проехали, да, погром, фристайл, но он позади немножко получает сейчас. Да, пришлось подвинуть вот мэфа и... Погром получает сейчас от Глоуруса, ну и давят, давят и Назарфьючер. Ну по танкам ровно. Кстати, как замечательно переехал сейчас в Глоурус. И нашел теперь его Каи Брэн. Я уже переключил сюда и... И Глоурус хорош. Хорош, просто так. И принял, знаешь, как вот принимают в перчатку мяч. Мяч в бейсболе. И засейвился, смотри, Глоурус засейвился от трех стволов, которые смотрели на него. Да, здесь камень, он катается туда-сюда. Сейчас, по идее, пропадет из засвета, Бочерина уже понимает. Да, видно, Сеня, видно, Дон Кихота. И 3 в 2 будет, сейчас идти Назарфьючер. Получает на 373 погром. Ну сейчас, смотри, сейчас, вот сейчас, вот Глоурус, уже, по-моему, заряжен, сейчас он... Да, и должен будет кого-то добирать. Сведется и даст. Ну, пока ему даст. По идее... Да, есть, минус погром. Вот сразу, я же сказал. И принижается, кстати, потому что, ну, я думаю, что... Есть, минус Нолан. Ну и Фристалл, в очередной остались, времени очень много. Глоурус, по идее, может даже Фристалл сейчас и добирать уже. Ну и Дон Кихот уже отстрелялся, ну и сейчас Фристалл сейвился от двоих сразу, тяжиков. Но он под прежнему, под Глоурусом, 362, успевает добрать Сеню. Ну и минус. Ай-яй-яй, 11 хп, Глоурус, выстрел. Таран. Минус. Глоурус. А, Глоурус, на Фристайле. Ай-яй-яй. Ну и остался один Бучерина. Вот здесь вот. И, кстати, по нему уже стреляет. Стреляет по нему Юрий. Юрий! Да ладно! Очередная схватка Т-1 с М-41. И опять те же герои. Нет, не автоматическая пушка. Не автоматическая пушка. Нет. Просто пушка. Да, ну и Бучерина опять выходит победителем. Да! 2-0! Пишет Бучерина. А, Нолан пишет. Да, ну, блин. Ну, это уже, в принципе, ничего не значит. Я думаю, парни сейчас посмеются. Да, посмеются. Да, смеются, супер. И, ну, 2 минуты. Ну, кстати, интересно, ничья будет, да? Или вот Дон Кихот доберет? Ты понимаешь, Дон Кихот может быть для вот Бучериновской ББшки. Ваншот. Ваншот. И, кстати, прятается очень хорошо за труп Юрия Бучерина. Ну, и, да, вот на прямой наводочке. Топ-10, как М-41, убил Т1 два раза. Ха-ха. И какой-то человечек с ушами от Мефа. Да? Да. Чебурашка, не знаю, что-то. Интересно, Смайлик, первый раз. Угу. Вот покажи спереди Бучерина близко. Близко, Бучерина почти не видно. Да, он полностью, практически полностью спрятался. Ну, да, ну, в рубку могут дать все-таки. В рубку могут дать. Да, и то только след. Ну, и Дон Кихот не спеши, кстати, выезжай. Ну, и минута 40 тем временем. Тогда Глоурус, наверное, первый выйдет, разрядит себя, и все. А реально может такое быть? Смотри, да? Да, потому что еще полторы минуты, и все прекрасно понимают, что... Да, есть, видно. Видно Бучерина. Гарри засветил. Кстати, Гарри может себя разрядить его. Да, попадает. Ничего себе Бучерина. Ну, и Глоурус. Будет ПТ-шить? Да, есть, Глоурус, да, за ПТ-шил. Вообще супер. 4-0. А в этом... Да, а в этом... Кстати, 4 фрага у Глоуруса сегодня в четвертом бою. То есть в пятом будет 5, жалко, что не играют парни по 6 боев. Война, да, на арте. Войн на арте, да. Или по 7, чтобы Бельтера, и прикинь, 7. То есть всех семерых противников убивает арта. Да, но все должны при этом быть больше четвертого левела. И за Бельтера 10. А, на арте Бельтера 10, да. На арте 10, да. Ну, не расстраивай, меня не надо, блин... Не нуби. АФ печальные в дефе сидят, ждут свою смерть. Пусть ПТ берут и в дефе тогда сидят. Будет реальный. Е-е-е, ящеры тащат. Похоже на какое-то Хоку от Легалиста. Да? Ну, блин, прикольно. Прикольно. Вот если вы так рассчитаете... Слушай, да, действительно, слушай, может сделать конкурс стихотворения еще. Можно. На тему прошедших боев и поединков. То есть вот сколько их у нас уже было, да, представляешь? И вот кто-то возьмет за основу бой, например, между там РУС-39 и Ред Раштим-1. Я тебе правильно сказал? Хоку, это китайские... Японские. Японские. Да, по идее Хоку. Четверостишки. По идее Хоку. Хоку из трех танка из пяти. Хоку из трех танка из пяти. Танка! А? Название какое? Да. Друзья, пишите нам танки. Пишите нам танка. Танки. Да. Что-то пишите. Пишите привет. Д. Погром. Погром. Пересел на гриля. И Васёк пересел с Т1 на Т2 ЛТ. И ты сейчас догонять будешь кого-то. А не, Васёк, по идее, сейчас тебя догонит, смотри. Блин, а что нельзя нам с командой покататься? Было бы интересно, мне кажется. Был бы чит. Да. Можно я, кстати, вот я перекшусь на себя и тут покажу вам, как Юрий меня просто уничтожает. А показать, как меня Васёк разбирает? Да, пожалуйста. Да уже поздно. Так что, нет, всё получилось. Всё успели? Конечно. Ну и Назар Фьючер. Да что? В очередной. Опять МЭФ. И опять по МЭФу 324. А МЭФ петляет, и ещё получает, получает, и уже 445. С каждым разом у МЭФа всё меньше. Ну здесь он разочек, по-моему, даст Долорану, и всё. Дал разочек. И 229 ему дал Долоран, и не попал. Разрядились все три тяжика, видно Гарри. МЭФ дал ещё раз по Долорану, и есть, погром на гриле добрал. А погром на гриле даже добрал? Да, да. Просто это время. Так и в прошлый раз погром на гриле добрал оттуда, там МЭФа, представляешь? И, кстати, парни едут дальше и дальше, ну, ящерицы, потому что, в принципе, уже всё равно, уже есть три очка, и уже опять на гусеницу садит его Долоран. Наверное, просит Глоурус, чтобы Долоран сажал на гусеницу, ой, Глоурус, простите, погром, чтобы можно было разрядиться хорошенько. Ну, вот ещё и Гарри получает урона Долорана тем временем. Слушай, и ремонт там тоже, ребята, пожалуйста. И, да, есть погром на 571. Да, наверное, так и было. Отлично, погром, уже два фрага. Кто следующий? Next, please. Да, ну и проход, посмотри, его уже, в принципе, нету. Да, и минус погром, Дон Кихот, красавчик. Как раз показывал вот этот выстрел. Откуда он выстрелил? Ну, вот оттуда и выстрелил, да. А, ну погром, вон он где был. Да, вот я вам покажу, вот в той области. Ну, и Гайбран с немцем. Есть там разборки малышей, карандашей. Ну, иногда на светляках играет вовсе не малыши, а люди там возрастные. Кстати, сегодня катался с Лисом и Шторми. Шторми 28, Лис 32. Круто. То есть, ну, ребята, ребята, не ребята. Ребята, ребята, вообще, не мальчики. Мужчины такие, нам с тобой сколько, 23-26? Да. Вот, и мы шпилим, и шпилят также еще и взрослые люди, помимо нас, школьников каких-то. Есть, во-первых, нам мэф маякует, вот здесь типа тоже интересная штука. Ну да, здесь интересная штука, Васек и Юрий. И посмотри, вот насколько невелика разница в ХП. Всего лишь 35, да, и есть 150. Но с другой стороны, я тебе скажу, что у Т2 ЛТ по идее за одну кассету он 100% заберет. Или, ай, не попал в Дун Кихот. Дун Кихот не попадает, да. Ну, уезжает Васек отсюда. Отсель. Васек говорит, да нет, не надо мне тут ничего. Да, ну, пацаны, вы чего? Да, я поехал, у меня 72 КМЧ, а вы меня в болото загоняете. Слушай, ну вот в болото загоняете, а сейчас он может по идее Дун Кихота и получить. Да, и, кстати, смотри, Васек, не торопится. Не торопится. Да, и будет возвращаться. А Дун Кихот ждет? Вот смотри, 1Т2 ЛТ сейчас подвязал на себя 32 целого. И видишь, как медленно, как медленно разворачивается. Есть, да, Васек? Видел Дун Кихота. Да, ну будет здесь постоянно кружиться. Вчера примерно таким же образом на Е-50 разводил 50Б, АМХ-50Б на выстрелы. Ты? Да, считал его 4 снарядика. Пожди, на чем? На Е-50. А, на Е-50 и АМХ-50Б на 4 выстрела. Да, разводил его и разводил. Слушай, ну это сложно очень, по-моему. Да, сложно, но после нашей стычки у меня осталось 1000 хп, а у него 400. Его добрали. Развел все. Так, ну у Сени здесь уже свои дела, с Бучерина. Он приехал, Бучерина сейчас по кишке. И чувствует Сени, что стреляет по нему кто-то еще. Это из города. Да, потому что город сейчас полностью за another future. Мы пытаемся, вот есть фристайл. Есть, так, фристайл. Ну вообще фристайл. Да, Нолан. Над ним. Ну и там сзади Доларан на дамажном пирше видит немца. 11 хп у него. Ну и фристайл доберет. Да, посмотри, немец не подозревает, куда он едет. Отстрелялся фристайл. И немец уходит. Среди очереди собрались, посчитали дуло, посчитали, что Бучерина здесь сидим и поехали, по идее, его убивать. Не знаю, удастся ли это у них, но вот они уже в контакте. Да, есть. Клинчуют Сеня. Накидывай Дон Кихот. А Бучерина, кстати, по Дон Кихот отстреливается. Говорит, эй, не, подожди, говори, дорогой. Еще два выстрела. Бучерина? Ну и теперь Нолан. Нолан уже сзади, кстати, у Дон Кихота и у Сени. Ну они там засейвены, по идее. Ну и ну он тут засеялся за камерой. Ой, 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 ой. А видно ли было Арту? Нет, не видно было Арту. Сейчас Дон Кихот не видел. Да, и там Васек сейчас сражается с тем временем с Юрием. Ай, как слабо. Ну все, не успеет зарядиться. Васек с Юрием. Где? Покажи. Да, если бы они включали сразу. Да, уже все. Да, и Васек все добрал Юрия. 17 КП всего лишь осталось. Ведь разница в 35, а осталось всего лишь 17. Да, потому что, наверное, они всегда добирателось могут ящерицы, вот так обстоят, а не смогут база возьмут и 4 минуты, 30 секунд. И Васек сейчас будет брать база, но просто в круг прочь. Просто уже очень долларан, но он и фристалл, будут не давать Сеня. Им даже, кстати, охота выйти, ну, вообще ничего предпринимать не надо, вот как они стоят, а вот так фристалл за камнем, вот так, но он за камнем. И сзади немножко так долларан, ваншотный. Есть, Нолан, кстати, подсветил сейчас Дон Кихот, сможет ли дать? Видно Дон Кихота. Ну и да, и все в сейвах. Вот так обе команды без рты остались, да, и сейчас бы ящерицы и радовались, когда брать-то, у него 18 ХП всего, тараном можно забрать. Ну ты знаешь, молодцы, пишите. Молодцы. Как, вот мне нравятся такие вот игры, когда команды уважают друг друга, когда команды сами умеют договориться о том, что, куда там, у нас задержка, у нас там кто-то не прогрузился. Да, и смотри, и четыре... Кстати, они вовремя были собраны в тренировочной комнате. Да, ты четыре. Удачи в последнем туре, и вы тоже, гг, удачи вам, спасибо за матч. В целом, много хорошего опыта. Слушай, может они и тренируются, кстати? Нам еще два, и вам спасибо. Ничего себе, значит, в двух тащите, пишет Меф. Супер. Красавчики. Молодцы. Ящерицы, молодцы. Назар Фьючер. Немец пишет 2-0, ВСТ-50. Да, и выходят. Смотри, ай-яй-яй, Сеня говорит, да не, мы... Ух ты, подожди, это еще не все. Конечно, не все, потому что сейчас Сеня просто доберет войска или выгонит его. 89, ну да, минус Данки-хот, но тарань, и Сеня поживет еще немножко. Ай-яй-яй-яй, он сам себе гусеницу сбил. Да, 240. Нечестно! Нечестно пишет. Интрига. Хорош. А, кстати, действительно интрига? А, кстати, Сеня, ну парням надо сейчас еще немножко выехать, а Сеня уже ушел. Давайте по одному. Хитрость, интрига. Кстати, да, заговорились зубы просто сейчас ящерицы. Another Future, молодцы, ребята, хорош. Нечего расслабляться. Они посмотрели, кто... 1ВС1 предлагает немец сейчас. Первый пошел, отвечает, но... И да, в натуре 1-1 будет? Да ну ладно, ого, вот это да. Вот решили в Star Series, ребята, поискать. Все, Сеня. Подожди, покажи сзади, что действительно никто не едет за ним? Не, едут, едут. Ну как? Ну вот смотри, Сеня, Нолан. Есть. Сеня отстрелялся. Нолан отстрелялся. Вот будет ли приставить стрелять? Нет, не стреляет. А, нет, добрааааа. Да ну. Ну тоже хитрость, да? Да, тоже хитрость, говорят. Молодцы, ребята, отлично отыграли. Вообще круто. 4-1, не в сухую. Another Future проиграла сейчас ящериц.